Операция «Пешеход» продолжает свою работу на улицах Махачкалы. Сотрудники специализированной роты ГИБДД сегодня взялись за тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте. Под усиленным контролем находятся улицы столицы, где чаще всего именно пешеходы нарушают правила дорожного движения. Почему люди рискуют жизнью и не соблюдают установленный порядок, узнавала Карина Баталова. Это страшное ДТП на улице Камаева повергло многих в шок. Грузовик сбил двух женщин. Мать и дочь переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Примерно в 15 метрах от пешеходного перехода. В результате обе скончались на месте. Улица Каркмасова, центр города. От остановки до пешеходного перехода буквально 20 метров. Но то ли от лени, то ли от незнания люди переходят дорогу именно здесь. Хотя, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Ответственности прежде всего за свою жизнь. Ведь по статистике, именно по вине пешеходов в прошлом году пострадало 242 человека. 46 из них скончались. И даже эти устрашающие примеры не учат людей осторожности. Оправдания найдутся всегда. Кто-то слепой, а кто-то немой. Почему переходите дорогу в неположенном месте? Можешь себе сказать, в чем причина? Интересный факт. Чаще всего нарушителями становятся взрослые и пожилые люди. В целом за час рейда только по одной улице неправильно перешли дорогу более 100 человек. Ну а дальше простая математика. Рано или поздно здесь произойдет ДТП. Подобные рейды сотрудники ГИБДД устраивают регулярно. Очень важно, чтобы люди понимали. Переходя дорогу в неправильном месте, они рискуют не только жизнью, но и рублем. За переход на установленном месте на пешеходов составляется административный протокол по ст. 12.29, ч. 1. Сумма штрафа в размере 500 рублей. А на водителя? А на водителя идет от 1,5 до 2 по ст. 12.18. Лояльность водителей к пешеходам в Дагестане возрастает. То ли камера с фиксацией эффективно действует, то ли возросла сознательность автовладельцев. По результатам нашего небольшого эксперимента, пешеходам на зебре все же уступают. Правда, с небольшим риском. Лишь четвертая машина остановилась. Соседние резко притормозили. Как видите, хороший пример работает.